Новое Дубовое. Село Хлевинского района Липецкой области. Центр Новодубовского сельсовета. Стоит на берегах реки Ериловки. Основано в 1661 году группой солдат, которые поселились под дубовым леском, что и отразилось в названии. Новое, потому что поблизости имеется село Старое Дубовое. По коллективной Челобидной солдат Белгородского полка Т. Мехнев в 1664 году ездил в Воронежский уезд, в Карачунский стан, на пустошь, дикое поле, под дубовый лес, верховье речки Ериловки. Взяв с собой тутошних и сторонних людей, сколько человек прихожих и в тех урочих, переписал усады в верховьях реки Ериловки, под дубовым лесом, в полянку Севрячью, под дворы и под огороды и под гуменники, в длину по 40 сажень, а поперек по 30 сажень человеку. В итоге было вымерено сенных покосов по 100 копин на человека и 1300 четвертей земли под пашню. При этом 1050 земель было дано солдатам в поместье по норме 50 четвертей на Человидчика, а остаток 250 четвертей был отписан на государя для последующих раздач. В процессе измерения земли в качестве свидетелей присутствовали священник и дети боярские села Вербилово и деревни Круглый, располагавшихся по соседству. Согласно 1667 году, марта месяца, от воевода Василия Уварова разных полков, солдатами Игнатью Гребенникову с товарищами, 21 человеку селиться им дворами в Воронежском уезде, в Карачунском стану, на пустоши Диком поле, в верховье речки Ериловки, под дубовым лесом. В записях от 1859 года указано, в списке населенных мест записано, село Новое Дубовое при речке Ериловки располагалось по левую сторону Ряжского тракта и входило в состав второго стана Задонского уезда Воронежской губернии. Село Новое Дубовое было казенным. В селе насчитывалось 224 двора и всего жителей 2527 человек. В XIX веке в селе была православная церковь Николаевская. Построена она была в 1868 году из камня. Служили там Казьмин Стефан священником, дякон Попов Николай, псаломщик Скрябин Иван. Было развито в селе гончарное производство и выделка щепного товара. Мастера-кладчики камня были в селе. Они тогда славились своими работами. Кирпичи изготавливали возле церкви из собственного материала. Благо, село было богато глиной, песком, щебнем. Старожилы уверяют, что в раствор добавляли яйца, которые тогда крестьяне должны были поставлять собственного двора. Когда была разрушена Николаевская церковь, я сказать не могу. Если кто знает, пожалуйста, напишите или скажите. Есть памятник в Новодубовом односельчанам, павшим в годы Великой Отечественной войны. Представляет собой скульптурную группу мужчин, представителей трех поколений. Великая Отечественная война – это не только прошлое, и ее дыхание чувствуется и теперь. Она пришла в каждое село, в каждую семью, принесла разрушения, страдания, горечь, которые и сегодня тревожат народную память. Братское захоронение появилось в Хлебном в 1942 году. Здесь располагался военный госпиталь. Умерших от ран солдат и командиров хоронили неподалеку от больницы. Но подробной информации нет. Отскочная, Фомино-Негачевка, Крещенко, Муравьевка, Верхняя Колыбелка, Дмитряшевка, Конь-Колодець, Елец-Лозовка, Новое Дубовое, Старое Дубовое, Хлебное – в этих селах в 1942 году располагались госпитали. Сопоставив эти данные, можно сделать вывод, что братские могилы в районе – это санитарные захоронения. Смертность в госпиталях была очень высокая. Умерших от ран отвозили к братским могилам. По рассказам старожила Сергея Спиридоновича Пополитова, за сутки умирало от 20 до 50 солдат. Он и другие юноши переносили умерших от ран из госпиталя к братской могиле. В Хлебенском районе было призвано в годы Великой Отечественной войны более 12 тысяч человек, 5144 из них не вернулись. На территории Хлебенского района установлено 16 памятников и обелисков, посвященных памяти погибших односельчан. А сейчас я расскажу про очень интересный обряд. Примерно до 70-х годов XX века данный обряд бытовал в селе Новое Дубовое. Одним из самых значимых и ярких событий Троицко-Купальского периода в контексте народного календаря является весенне-летний обряд «Проводы русалки», во время которого происходило символическое изгнание этих мифологических существ, согласно древним поверьям, свободно разгуливавших по земле всю Троицкую неделю. Центральным действием обряда «Проводы русалки» было шествие с ряжеными, которые шли с чучелом или с куклой. Шествие являлось непременным элементом почти всех локальных вариантов. Ритуальное изгнание русалок зачастую происходило вечером. Выпроваживали их традиционно за околицу, в ржаное поле, за лес, к реке, в места, которые осмысливались в народе, как пограничные между миром живых и мертвых. Впервые сведения об обряде зафиксированы в 2013 году в ходе фольклорной экспедиции В.А. Юрьева. Праздник Святой Троицы в селе Новое Дубовое отмечали три дня. Первый назывался Семик, второй – Троица, а третий – Скорбящее. Под Семик вымывали полы дома и ходили, собирали траву душистую и веточки ломали. Приносили траву, постелали на полу, на лавке, а ветками наряжали окна и двери. Как говорит одна из жительниц села Новое Дубовое М.Ф. Сарафаново, был у меня домик деревянный и все девчонки сходились. А завтра пойдем русалку хоронить. Все сбираемся, человек девять, и ребята с нами. Мама знала, когда русалку хоронить. Мама моя соберет девчонок и говорит, девки, завтра будете русалку хоронить. Вот так старые люди нам командовали. Русалку хоронили на Семик до обеда, отнесут подальше в рожь и кидали. В воскресенье, а в понедельник из мяты варили вино себе, чай и выпивали за урожай. Исследователь Соколова ВК, проанализировав русальный обряд у всех восточнославянских групп, считает, что по народным представлениям русалки должны были способствовать лучшему урожаю, что видно из того, что провожали ее в ржаное поле, да и саму русалку делали из соломы или ржаного снопа. В роли русалки во время обряда выступала тряпичная кукла. Старожилы села Дубового вспоминают, что в обряде участвовали несколько групп людей из разных частей села. Похороны русалки в селе Новое Дубовое отражают общие черты, характерные для проводных обрядов, а также демонстрируют схожесть с аналогичными обрядами других регионов – Орловской, Рязанской области. Схожесть обрядовых элементов прослеживается и с Воронежской областью. После обряда похорон в селе устраивали общую трапезу – поминали русалку. Варили кашу пшенную, молочную, потом кашу выкладывали на сковороду, яйцами сверху мазали и запекали, получался пирог. И вот этот пирог резали и ели, назывался он каравай. Этим караваем и поминали русалку. Именно на Троицу этот каравай из каши ели. По словам информаторов из села Новое Дубовое, в разные периоды времени кукла-русалка был самый главный атрибут для проведения обряда. Изготавливался из разных материалов. В середине 40-х, в начале 50-х годов, хоронили, как упоминалось ранее, тряпичную куклу. Жители, рожденные в 1950-х годах, рассказывали, что куклу делали уже из ржаной соломы, или как вариант из травы. Паучок соломы сгибали посередине, скручили по часовой стрелке, набирали с ног и связывали. Отделяли голову, связывали лентой, затем этой же лентой связывали туловище и делали ноги. Васильки заменяли кукле глаза. Голову покрывали полотенцем или тюлем. Возникнув с большой степенью вероятности в глубокой древности, Данная традиция, как и вся календарная обрядность, отражала в свое время мировоззрение этноса, но постепенно изменялась с развитием общества. Как и другие праздники, она впитала в себя отдельные обрядовые действия, утратившие в настоящее время прежнее религиозно-магическое значение. Но дошла до наших дней, так как в традиционном укладе жизни русских крестьян важное место всегда занимало сельское хозяйство, которое способствовало сохранению календарной обрядности. В настоящее время Новодубовской сельсовет характеризуется динамичным и поступательным развитием с высокой концентрацией объектов социально-бытовой сферы. В начале 90-х годов все объекты соцкульт-быта были переведены на природный газ. В настоящее время сельское поселение газифицировано на 90%, имеет собственную водопроводную систему и развитую сеть дорог. В селе Новое Дубовое создан культурно-образовательный центр, объединяющий МБУ, СОЖ, группу, реализующую программу сельской школы в селе Новое Дубовое, библиотеку, центр культуры и досуга. На территории поселения функционирует фельдшерско-акушерский пункт. Имеется аптека, продолжает работать группа, реализующая программу школы в селе Новое Дубовое, общей численностью 15 человек. Продолжает осуществлять свою деятельность ЗАО «ЗЕРОС» ОСП «Ново Дубовское», который занимается производством продукции растеневодства. На территории сельского поселения малый бизнес представлен следующими объектами. ООО «Заречная» – магазин «Заречный» с находящимся на втором этаже кафе-баром. ООО «Дубовское» – магазин «Авойска». ООО «Донстрой» – магазин «Советский». ИП «Ситниково» – магазин «Парикмахерская». Розничная торговля представлена также магазином «Дубок» Хлевинского райпо. Отдаленные участки села обслуживает автолавка Хлевинского райпо. На территории сельского поселения насчитывается 631 личное подсобное хозяйство. Средний размер земельного участка – 40 соток. Сельское поселение обладает транспортным, коммуникационным потенциалом развитой социальной инфраструктуры. Однако здесь нет крупных промышленных предприятий. Ведущей отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство. Несмотря на совершенствование материально-технической базы учреждений, социальной сферы поселения, основными проблемами остается недостаточное количество денежных средств на содержание и капентальный ремонт зданий. Также основной проблемой коммунального комплекса сельского поселения является высокая степень износа системы инженерной инфраструктуры – более 70%. Система водоснабжения требует модернизации и реконструкции сетей, строительства новых объектов. На данный момент проживает в Новом Дубовом 1119 человек.